20 февраля была опубликована региональная программа капитального ремонта. В соответствии с жилищным кодексом эта дата является стартовой для того, чтобы теперь все собственники жилых помещений, муниципальное образование, региональный оператор, стартная жилищная инспекция, другие органы у нас включились в эту работу. То есть это стартовая дата. В течение двух месяцев, вот здесь я обращаюсь к нашим гражданам, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, в течение двух месяцев, друзья, мы все должны провести собрание собственников помещений в многоквартирных домах. На этих собраниях определить главное, какой способ формирования фонда капитального ремонта для своего дома нам надо определить. Этих способов два. Либо мы формируем фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, либо мы для своего дома выбираем способ формирования, открываем специальный счет. Вот здесь хочу пояснить, что, конечно же, граждане вправе сами определить, но и специальный счет, и способ формирования на счете регионального оператора, они так или иначе создают определенные преференции и определенную ответственность для собственников. Последствия формируют последствия. Если мы формируем фонд на счете регионального оператора, то вся ответственность за проведение капитального ремонта, за его качество, за приемку, и последствия, если ремонт проведет, возникают претензии у собственников, она ложится на оператора, а за ним стоит тот, кто его чудил, правительство Рязанской области. То есть правительство несет ответственность за действия оператора. И при этом выбор подрядчика, контроль работ, приемка работ, все издержки связаны с обслуживанием счета. Они ложатся на оператора и на правительство Рязанской области. Звучит внушительно. Да. Сразу хочу сказать, что не должны граждане опасаться, что в этом случае оператор будет содержаться за счет их взносов. Нет. Оператор, как организация, содержится за счет бюджета. Дальше обслуживание счета происходит за счет бюджета. И деятельность оператора за счет бюджета. Но, еще раз подчеркиваю, самое главное условие здесь, ответственность несет оператор и за ним правительство Рязанской области. Госвласть, в общем. Да. Это очень важно, потому что здесь и система контрольных мероприятий за ходом работ, и подбор подрядчиков через конкурсные процедуры, контроль за их деятельностью, контроль за деятельностью самого оператора. Здесь сложна целая система контрольных мер. Если собственники определят специальный счет, то надо понимать последствия этого решения. А в данном случае управляет специальным счетом или ТСЖ, если оно есть на один дом, или ЖКО, либо опять-таки управляет деньгами оператора, если дом находится под управляющей организацией, но только управляет. А выбор подрядчика, контроль за ходом работ, контроль целевого использования средств капитального ремонта, все претензии по качеству выполнения работ, приемка работ ложится на собственника. И здесь надо понимать, что, да, вроде бы мы хотим сами распоряжаться. Кто это мы? Где в доме то лицо, ответственное, уполномоченное, которое будет следить за качеством работы? Нет, я такого не представляю. Следить за качеством строительных материалов, следить за тем, как выполняется технология строительных работ, принимать эти работы, актировать. Но самое главное, спать потом, после ремонта, потекать крыша. Кто будет заниматься, кто будет призывать к ответственности подрядчика, кто будет ходить в суды, кто будет требовать и так далее. А подрядчик может и вообще исчезнуть. То есть вот здесь моделирование самого ухода капитальный ремонт показывает, что задача непростая. Если в доме есть ТСЖ, да, эти люди имеют опыт управления домом, опыт взаимоотношений с другими организациями. И здесь как бы задача реальная. Если дом на непосредственном управлении или под управляющей организацией, задача почти нереальная. Да, совершенно верно. Более того, как показывает практика надзорной деятельности, вот за ходом работ по текущему ремонту, очень часто в доме уполномоченный лицо вступает в сговор с подрядчиком, не имея знаний и опыта контрольной деятельности, да, это просто идет на самотеку. Ну, пошла коррупция вообще-то, как внутридомовая. И здесь я хочу сказать, что и мы, инспекторы, в этом случае не имеем права проводить контроль за ходом работ и не имеем права участвовать в приемке данных работ. Поэтому я бы хотел здесь сказать собственникам, очень аккуратно подходите к выбору способа управления, способа формирования фонда капитального ремонта. Очень аккуратно. Если вы готовы нести всю ответственность за сбор денег, за выбор подрядчика, за контроль качества выполняемых работ, да, и в конечном итоге за последствия самого капитального ремонта, идите под... Если не готовы и у вас нет специального человека, 10 раз надо подумать. И, конечно, лучше сформировать фонд на счете оператора, потому что за оператором стоит вся система и проведения работ, и контроль выполненных работ, и система привлечения к ответственности, если что-то сделал не так. Вот, поэтому это первая позиция. Два месяца, друзья, у нас на проведение собраний. Если собрания где-то в доме не будут проведены, то тогда местная администрация принимает решение о том, чтобы фонд капитального ремонта по данному дому формировался на счете регионального оператора. Так определенный законодатель, так записано в жилищном кодексе. Государственная жилищная инспекция в этот период, в эти два месяца, будет вести очень интенсивную работу. Каждое собрание, каждое решение будет регистрироваться в государственную жилищную инспекцию. Мало принять решения. Значит, решение, если выбран способ на счете регионального оператора, направляется оператору, а оператор уведомляет инспекцию, мы это все регистрируем. Если выбирается специальный счет, владельцы специальный счет направляются в кредитную организацию, в банк. Банк открывает специальный счет, а тут надо еще комплект документов собрать. Да, тоже непросто. И сведения о специальном счете направляются в жилищную инспекцию не позднее пяти дней после завершения срока окончательного. А окончательный срок это 20 апреля. Да. Если такие сведения в инспекцию не поступили, счет по данному дому будет формироваться на счете регионального оператора. Автоматический оператор собрать. Такие жесткие позиции жилищного коллекса. Почему они такие жесткие? Потому что это еще раз должно убедить граждан. Это очень серьезная государственная задача. И она сейчас стартует, и она обязательно вступит в действие на значный срок. Все более 7 тысяч домов, которые сегодня вступили в программу, по всем по ним начнется работа. Независимо от того, организуемся мы, не организуемся. Потому что мы, к сожалению, очень тяжело организовываемся. Очень тяжело. Да, это да. Долго запрягаем. Пословица даже есть. Платежи будут начисляться начиная с июня месяца. И с июля они уже поступят в платежки. В платежке будет отдельная строка в тех же платежных документах, которые у нас есть сегодня. Просто будет отдельная строка, и будут они поступать гражданам. Значит, размер платежа 6 рублей. Мы об этом, наверное, говорили, ну, если мы не говорили здесь в Астуде, то мы провели целый ряд встреч по муниципалитетам со старшими многоквартирных домов. Это объясняли людям, почему 6 рублей. Так принято поставление правительства Рязанской области. Это расчетная величина. Она взята из нормативов госстроя Российской Федерации. Вот. Это минимальный размер. Достаточно для проведения капремонта. Что еще хочу сказать. Друзья, очень жесткая система контроля за расходным средств. Средства специальных счетов не могут быть потрачены иначе, как на цели капитального ремонта. И здесь будет учитываться и ваш протокол проведения собрания вот сейчас. И за полгода проведения ремонта собственники будут проводить собрание, принимать решение о том, что вот в таком-то году такой-то вид ремонта за такие-то деньги мы должны провести. И это решение направляется либо оператору, либо с этим решением они проводят, если специальный счет, сами. Без такого протокола банк деньги не оплатит. Дальше. Новация в ЖК. Обязательно на собраниях, которые будут сейчас идти, собственники должны выбрать уполномоченное лицо, которое будет участвовать в контрольных мероприятиях при проведении капитального ремонта, в подписании акта о приемке выполненных работ. Это очень важно, потому что таким образом мы вовлекаем собственников в некую контроль, в открытость. Ну да, народного представителя. В некую контроль, в открытость по контролю за проведением работ. И в том числе и в ответственность. Потому что мы все участвуем, принимаем работы, смотрим, и тогда говорим, извините, вот мы все за это отвечаем. Это очень важная позиция, потому что такое лицо надо определить, выбрать, и это лицо должно ответственно работать. Без акта выполненных работ кредитная организация, банк со специального счета деньги не даст. Он потому и называется специальный, это не расчетный счет, специальный. Будут меры государственной поддержки. Государственная поддержка от фонда реформирования ЖКХ, то есть федеральные средства и средства областного бюджета, будут выделяться на цели капитального ремонта. В этом году это порядка 100 миллионов. Это будет около 20%. Они выдаются, эти средства, независимо от того, какой способ фонды капитального ремонта выбрали. Собственники, да, то ли оператор, то ли спецсчет, но при этом надо понимать, что если в доме есть долги по оплате за капитальный ремонт, да, то есть кто-то сумеет, то средства у государственной поддержки выделяться к такому дому не будут. Сразу обращаюсь к гражданам. Друзья, платить надо, надо платить за капитальный ремонт. У нас 70% квартирных домов сегодня с так называемым недоремонтом. То есть они требуют давно капитального ремонта, а его не было длительное время. Поэтому либо мы будем все вступать в эту серьезную государственную задачу, да, причем задачу не только государственную, а и задачу нашу, собственную. И сохраним свое жилье на длительное время и оставим его детям и внукам. Либо это жилье будет разрушаться, переходить в аварийное состояние, и мы будем решать. Ну, альтернатива понятна. Да, да, да. Все теперь понятно. Вот теперь, Владимир Степанович, вам окончательное большое спасибо за то, что все разъяснили. Ну, я думаю, что здесь направление мыслей собственников вы четко так определили. Либо так, либо этак. Вот вам, если так, то такие проблемы, если так, то такие вот будут здесь другие возможности. За это вам большое спасибо. Я думаю, что на эту тему мы обязательно с вами встретимся, потому что вопросов много. Вот пройдет 2-3 месяца, и можно говорить о том, как прошли собрание, что собственники выбрали, да, какие будут дальнейшие действия. По итогам. До итогов, по итогам, подвести нам 2 месяца. Да, да, да. Ну, где-то вот в апреле, в мае месяце можно будет об этом говорить. Спасибо. Тогда до скорых встреч. Спасибо. Это уже скоро. А я напомню, что у нас в гостях был начальник государственной жилищной инспекции Рязанской области, Владимир Степанович Кравчук. Владимир Степанович, с началом весны вас. Весна, время горячее, так что удачи вам. Да, спасибо. И всего хорошего. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город подробности». До встречи.